Приветствую вас. Смотрите, первое, что вам нужно понять, это то, что желание расстаться у вашего мужчины может не совпадать с тем, что, например, что ему хочется. То есть, он может хотеть с вами расстаться, но при этом будет вас, например, ревновать, и при этом его, условно говоря, самолюбие, да, его годы будут очень сильно задеты. Вот. Поэтому не нужно сравнивать эти два аспекта. Ну, не нужно сравнивать эти два аспекта и увязывать их не нужно между собой, да. Агрессия. Агрессия. Есть признак защиты от какой-то опасности, которую мужчина может видеть в вас. Ну, проживание с вами. Вот. Мужчина может чувствовать себя уязвимым. И вот вы пишите, что, значит, поругались, сам предложил расстаться, сказал не люблю. То есть, это, ну, на самом деле, мало чего значит, там еще. Если поругались, да, сказал не люблю, то это не означает, да, того факта, не означает того факта, что он действительно вас не любит. Вот. Вот. Это может означать всего лишь только то, что он эмоциональный, потому что вы поругались. Вот. И это не означает, что у него нет к вам чувств. Вообще. Это не означает, что он к вам ничего не чувствует. Может быть, он просто впилил сейчас. Вот. Вот. Но это совершенно не значит, что у него прям вот обязательно нету к вам никаких вообще чувств. Вот. Вот. Это скорее, 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 значит, что он такой достаточно обидчивый человек. Достаточно такой вот человек импульсивный. Вот. Вот. Ну и, судя по всему, да, вот, судя по тому, что вы пишете, он, вероятно, не уверен, не уверен. Ну, раз, агрессирует, да. Вот. Поэтому такая вот история. То есть, на мой взгляд, ваша текущая проблема заключается в том, что вы чересчур буквально понимаете действия своего мужчины. И не стараетесь, может быть, не хотите заглянуть вглубь этой ситуации. Смотрите, вы пишете, расстались по-хорошему с ним сейчас. Что значит расстались по-хорошему? Что может быть хорошего? Ну, вот. В этом. То есть, в том, что вы поругались, да? В том, что он сказал, не любит. Это не расставание по-хорошему. Вы простите, но нет. Расставание по-хорошему можно назвать, когда люди, к примеру, приходят как-то вот сами. К тому, что... Что... Чуть больше нет. Как бы тяги друг к другу тоже больше нет. Вот это по-хорошему. А тут... По его инициативе. То есть, его что-то не устроило, да? Его что-то не устраивает. Но по обстоятельствам живем вместе. Дарья, а как долго вы собираетесь жить вместе с тем, кто вроде как, да? Кто вроде как... А-а-а-а-а-а... Ну, вот. С вами расстался. То есть вы не думали о том, что человеку может быть некомфортно, вы не думали о том, что агрессия его возникает именно потому, что он еще не отошел от разрыва и что у него, ну, просто вот, чисто эмоционально, как бы еще к вам есть привязанность такая. То есть вы не думали об этом, обо всем? Мне кажется, что это важная история на самом деле, потому что от этого много чего зависит. Я хотел бы, чтобы вы это приняли во внимание. Обязательно. Дальше. Так. Значит, он агрессивный, ко мне настроен, не общается, даже боится в мою сторону смартфон. Ну, значит, еще неравнодушен. Если я переписываюсь с кем-то и в этот момент улыбаюсь, прям видно, как у него психоз прям проскакивает. Ну, там надеюсь, что человеку еще не отошел от разрыва, у него как бы это, ну, он переживает еще, у него эмоции. Сам предложил расстаться, сказал, не люблю. Так ведь, вроде наоборот, должен довольный ходить. Ну, почему вы так решили? Дальше. Почему вы решили, что он должен ходить довольный? Вообще-то говоря, он не смог удержать свою женщину, с которой он был. Вообще-то говоря, поругались вы тоже не из-за, как бы, да, того, что все хорошо. Поэтому вы поругались, как бы, тоже, да, из-за того, что, ну, как раз все было не очень, да, все было не очень хорошо. Поэтому вы поругались. То есть, мне кажется, что здесь вот, мне кажется, что здесь вот нужно как-то отойти от того, как вы воспринимаете эту ситуацию, да, и постараться рассмотреть ее с точки зрения, наверное, молодого человека, да, с точки зрения того, как он видит, что что происходит. Дальше. Ну, во-первых, не люблю, да, то, что вот сказал, не люблю, ну, опять же, как-то слишком быстро вы поверили, как-то легко вы поверили. И, Дарья, вы, опять же, не думали о том, что ему просто будет неприятно после расставания видеть, как вы переписываете с другим, то есть вот, ну, с кем-то другим, да? То есть вот совсем недавно вы были его женщиной, а тут уже вы, как бы, не его женщина. И вы не думали о том, что это просто вот, ну, неприятно будет? Вы не думали о том, что это, ну, просто некомфорт так вот, ну, наблюдать за этим? Мне кажется, что тут вот вы как-то только в контексте себя смотрите на ситуацию, не в контексте него, не в контексте его самого. Вот. Так что, такая вот история. И если честно, опять же, вы не поставили вопрос, да? То есть вы пишете вопрос такой, но вопроса не поставили. Подразумеваю, что вы хотите понять, почему он так себя ведёт. Если так, то ответ на этот вопрос достаточно простой. Он ещё не остыл, он ещё к вам неравнодушен. То есть даже если вы расстались, всё равно какие-то чувства, привязанность, она имеет место быть, тем более, что живёте вы вместе. Вот. И тут вам нужно раздельно проживать, начать, чтобы человек начал как-то успокаиваться, чтобы человек начал приходить в себя. Вот. А может быть, мужчина надеялся на то, что вот вы поругались, он скажет вам не люблю, и вы к нему, соответственно, ну, вы к нему вернётесь. Ну, пройдёт какое-то время и вы вернётесь. Ну, может быть так. Это не обрадовалось, соответственно, отсюда кричит обратно. Но насколько это, насколько это так, можно выяснить только после детального анализа вашей ситуации. И мне думается он, что если вы заинтересованы в разрешении этого момента, да, то имеет смысл либо вам, либо вам вместе со своим молодым человеком обратиться к психологу и получить хотя бы одну такую вот, ну, групповую, условно говоря, семейную консультацию, да. Консультацию для пар, скажем так, чтобы разобраться. Как правило, за агрессию всё-таки стоит обида. Обида – это ожидание, ну, соответственно, всё как бы шагом дух. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать пока, пока что, опираясь исключительно только на вашем, ну, на ваш чек, который вы написали. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Девочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!